Я нахожусь в соборе апостола Павла. Сейчас тут привезли много мощей, не знаю откуда правда. Мощи получается, у самого апостола Павла есть частицы, там какая-то я может не мощи там не рассмотрел, потом рассмотрел. Георгий Победоносец и какой-то великолучник есть еще. Сейчас подойду, решили поснимать. Сколько можно, поснимаю. Вот верующие в Греции преклоняются к мощам святых. Здесь апостол Павел, Иоанн Педру, апостол Леосун есть, Агия Век Псана, Священомучник Власий, Агия Сафруниус, Агия Макариус Коринфо, Агия Омега Мартирос, Георгий Победоносец, Святой Никита, Преподобный Потапи. Еще там не могу разобрать какая-то... Вот такой храм, Кафедральный, Коринфи. Но я ни разу не видел, чтобы архиерей здесь служил. Мне не попадалось. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, Агия Макариус, Вот храм святого апостола Павла и Петра, Петра и Павла. Ну, называют апостола, честь апостола Павла, я так понимаю, поскольку сам апостол Павел здесь проповедовал. А отдельного праздника ему нету, поэтому, наверное, храм Петра и Павла, но больше называют апостолос Павла. Здесь, что тот, наверное, денег просит, здесь написаны все, все, все епископы, которые служили. Русские. Украине. Я русский, но украина. Это русская Украина. Поживаю. Гражданство. Вот. И сегодняшний архиерей это 89-й. Дионисиос Мангалос. С 2006 года он здесь управляет. 80-й. За это время сменилось он в Каринфе, современный апостол Ла Павла, который называл здесь кафедру 89 архиев. Некоторым здесь поставлены памятники. Так, я вот решил поснимать немного такой парк здесь. Окультурили. Мождецеркви. Нужно скамеечек. Колоколинка. Правда, есть, вот видно, что греки уже потеряли. Видите, братья? Надписи на церквах встречаются. Молодежь пишет что-то здесь. Не понимает, бедняги, что нельзя так с храмы расписывать какими-то натрицами. Вот такой храмик. Кафедральный собор. По-гречески, кафедрикос наобс. Здесь какие-то, наверное, усыпальницы, может. Две маленькие церкви. Все, наверное, усыпальницы, может. Здесь все хорошо, наверное, усыпальницы. Пожалуйста, все хорошо. Мы смотрим на святую shirt. Что-то в мази, что-то в моей жизни. Алилуи. Сюда, у я-тюра. Сейчас немножко поснимаю греческие улочки. Надеюсь сегодня съездить еще в монастырь Святого Потапия, потом, наверное, в Старый Карилов. Такая вот она, современная Греция. Улицы маленькие, забиты машинами, но как-то разъезжаются. Вот, братья, как я говорил, нос опускается под воду. Вон там живет буксира, сейчас он будет проплывать по этому месту. Может даже удастся не заснять, как будет подниматься этот мост. Кораблик как-то стоит. Это как-то там все просто баржу какую-то тянет. Так интересно, как спайки такой плывут. Маленькая баржа, конечно. Вот такие, как у нас в Киеве ходили бомбцы по Днепру. Кораблик-баржу однажды, как там у крана. Возвращается, мы, наверное, его ждали, чтобы мы его пропустили, пока не опустили. Маленькая баржа. Паранасик плывет. Надеюсь, сейчас мы будем поднимать. Паранасик плывет. Паранасик плывет. Паранасик плывет. Какой-то звук есть, типа что работа идёт какая-то. Вот я уже вижу, начинает подниматься. Может даже какую-то рыбёшку вижу там заплывшую. Всё, мост остановился, надо ехать. Вот я приехал, сейчас буду подниматься в монастырь Святого Потапа. Вон мой скутер, поэтому я приехал. Паломники уже тут много. Чуть выше поднялись. Кариновский залив. Огромнейший, конечно. Там дальше Игейское море. Вот тут тоже намного ездят. Монастырь женский. Подниматься тяжело-то. Там в Краффу. Вот сам монастырь. Посмотрим, разряд ли я там снимать. Посмотрим, поснимаю чуть-чуть. Вот сам вход был на старый канал, был на сельские колокола. Тут есть несколько внизу из Тихостириев. Я вас к ним подведу, посмотрю, как их пускают или не пускают паломников. Вот церковь, пещера, где находятся мощи преподобного к этапе Афивейского. Снимать там, фотографировать не разрешают, но сказали, что на улице можно. Здесь церковь, где монашки служат. Вот вид на Каринфию. Там находится Каринф, там Игейское море. Между ними видно этот канал, который идет. Постребки преподобного к этапе Афивейского. Внизу города был Тракий. У нас сюда приезжают паломников. Или с России, и с Украины много бывает, тоже говорят. Красота здесь, конечно. Красивое место. Красота. 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 Преподобня очи наш Потапия, моли Бога о нас. Ухожу из монастыря я в Потапия. Монашки властили меня кофе, лукумом и сухарями. Взял я у них вот такой вот, вот тут дают, вот для самих мужчин. Надо смотреть, если будете братья. Тоже вот такой смочный в елее. Ухожу из монастырей, два точно видел из стихостерей было написано. Монашечки выдают здесь. Возле самих мужчин там пещеры. Сейчас проедуся до других монастырей, посмотрю, как там пускают или не пускают. Тут много монастырей, думаю, 5 или 6 монастырей, и многие из них, я так ехал, смотрел, там написано из стихостерей. Два точно видел из стихостерей было написано. Это логерасима женский и еще там какой-то... Ну, они все разведели. В знаке написано Иеромони Профитунилу. Монастырь Преподобного Нива, наверное. Сейчас пойду туда, посмотрим. Там, по-моему, и стихостерей все-таки. Насколько я знаю. Я приехал к монастырю Святого Нива, но он закрыт, я так понимаю. Я не все еще по-гречески здесь понимаю. Тут, что написано. Наверное... Ну, маме спрошу. Наверное, только прием с 8 до часу дня. И потом, наверное, с 5 до 6 до 30. Ну, тут, наверное, я так понимаю, это... Это стихостерий тоже своеобразный. Тут, правда, есть... Говорили мне здесь много этих... Зелотских монастырей. Которые старостильные держатся. Возможно, это и старостильный монастырь. Не скажу точно. Сейчас поеду в другое место. Так... Иерос Наос, Агиос и... Я... Ямотику... Пантелимонос. Церковь Святителя... Ой, да, вот их... Святого... Целителя Пантелимона, похоже. Вот. Это, наверное, домовой храм. При дороге, так смотрю, какой-то... Вот. Ну, открытый, можно дойти. Вот. Святый Великомученицу, Святый Великомученицу, Святый Пантелимоне. Моли Бога. Умни и грешни. Вот. Наверное, чудотворная его икона. Видно. Видно. Обычно, говорят, вот когда вот такие вот делают пластинки, покупают, это... Человек получил исцеление. И он в благодарность заказывает такие пластинки специальные, и они серебряные, и потом приносят к той иконе, возле которой усердно молился и просил себе помощи для исцеления. И вот здесь чудотворная икона Целителя Пантелеимона. Святый Великомученичный Целитель Пантелеимоне. Моли Бога. Он не грешнем. Вот, пожалуйста, можно бросить какую-то монетку и взять себе свечки. Такой маленький, приятный иютный храмик домовой. И здесь какая-то святыня, наверное, может храниться. Икона какая-то. Икона какая-то. Старинка старинная. Ой. Задеваю. Монастырь. Яма крестителя. Когда я ехал... Он мужской. Я тут помню, когда-то был какого-то четыре назад. Четыре или... В тринадцатом году я был там. Получается, уже пять лет назад здесь доезжали. Вот тут написано, какие тут есть мощи святых. По-русски даже написали. Мощи святых. Кара. Бессребренник. Кира. Святого Яна Предтечи. Пантелеимон. Косьмы. Святой Марины. Святой Киряки. Святой Параскевы. Святого Харалампия. Святого Григория Паламы. Святого Григория Паламы. Святого Димитрия. И многих других месточневых святых и преподобных. Сетки и туфель Святого Михаила Митилинского. Мощи дары были отправлены с Иерусалима. С Афонских монастырей. Многих других мест. Добро пожаловать в наш монастырь. Да хранит вас Бог. Да хранит вас. Он открыт. Только там есть время написано. Сейчас уже наверное закрылся. как-нибудь в следующий раз приедут с 2.30 до 4.30 написано сейчас уже видать время подошло манки спрошу там написано точно вот такой монастырек тоже есть мужской написано иеромоник коринфу иерон и стихастири он агил герасиму 50 метров вперед я здесь тоже был когда-то там монашеский женский монашеский женский монастырь сейчас недалеко кстати от этого вот и она претечь сейчас поеду туда по может там открыто может и нет монастырь он закрытый может можно звонить я не знаю но я у мамы спрошу что там написано может потом когда-то приеду просто не хочется сейчас беспокоить без причина все-таки монастырь стихастирий монашки молятся за нас поэтому не охота там беспокоить может с утра где-то он открытый потому что мы когда приезжали помню куда было это утром он был тогда открытый я сейчас днем приехал поэтому не хочу их беспокоить пускай отдыхают молятся братья подъехал чуть морю скорее всего здесь в этом месте тут тоже какие-то древности но тут скорее всего был порт если мне не изменяет память а древний корин получается находить находился он подножье где-то ну короче вот у этой горки наверху там какая-то крепость есть турецкая то ли древнегреческая вот надо будет посмотреть в википедию какая там у них древность расположена сейчас я хочу найти дорогу немножко сбился когда ехал и получается заехал сюда я буду искать дорогу к старому коринфу я приехал в музею старому коринфу всякие магазинчики вон есть можно сувениры покупать сейчас иду куплю билет покажу вам братья древности древнего коринфы селфи съемку делаю я не помню кому коринфы не поклонялись а не особо-то и важно собаки чё-то вон там наверху крепость я буду покупать билеты в билет вот в этом домике удочки недалеке видно даже церковь есть по-моему не помню чья церковь по-моему святителя николая вот там подойду там посмотрю вот они остатки древнего коринфа здесь мне не изменяет память по-моему он здесь существовал до восемнадцатого или семнадцатого века потом произошло сильное землетрясение которое разрушило город город очень сильно до древнего по-моему или в семнадцатом или восемнадцатом и они и пришлось коринфянам переселиться ниже к морю по-моему причиной было вот переселение принесение города вниз землетрясения просто не понял пока это был век простите все не можно понять вот здесь проповедовал апостол павел город был очень сильно разращен здесь даже какие-то школы блудниц существовали несмотря на это господь же явился апостолу павлу сказал что здесь в этом городе для него очень много людей и мы знаем что здесь его была проповедь очень обильная первый раз он прожил здесь полтора года второй раз год и мы имеем два послания коринфянам который очень часто считается на службах вот он древний коринф знаменитый старый древний коринф то что от него осталось я потом найду здесь где то есть еще базилика христианская наверное вот и туда подойду и там просмотрим что есть сейчас тут за какой-то зомой бежит маленький вот здесь какие то вот вон там сзади тут храм языческий вот здесь вот открыт и на в и в и и Смотрите, вот это на браке, Каримские древности. Ничто не вечное, это грешные деньги. Ничто не понимает, что это написано. Может, слово по-русски написано. «Будика как раз снимается». «Кто знает, тот поймет». «Будика как раз». «Будика как раз». «Будика как раз». «Но мы знаем, что много здесь было». «Но здесь поживал еврей». «Город принимал важное положение, кто проходил торговый путь». «Получается, у Каримфа было два порта. Один был в Лехиево, туда вниз, там где-нибудь я показывал перед этим. И второй был в Кенхреях. Это на Тустронору. Там, где мы помним, апостол остригли волосы в Кенхреях по обету. Забыл, братья, простите, грешники. Вот этих волочках ходил апостол Павел. Где-то в этом месте явился ему Господь наш. Иисус Христос и укрепил его быть здесь. Наверняка здесь была ему какая-то великая скорость, когда Господь явился. Просто в Деянии Апостола это не так сильно ярко описано. Господь в утешении ему явился. Сказал, что здесь много будет для Него. Здесь тоже в древности. Да, и поскольку город был торговым таким выгодным, потому здесь и по-любому была еврейская синагога, они такого шанса упустить не могли. Я бы здесь был раз третий. Базилика в той стороне туда дальше. Какая-то ерунда, может какая-то голограмма. Что-то видите вот. Это дипольный, что это такое? Надписи древние. Немного, когда я ехал сюда, разболелось у меня что-то сердечко после этих двух стаканчиков кофе. Ну, взял у мамки ментос. Вроде так мне полегчало. А вот здесь что-то какое-то капище какое-то было. Я не понимаю, по-режески пока надо все. Вот здесь. Апостол Павла, сын Коринфу, Юн, Дас, Бета, Дер. Тут что-то говорится за апостола Павла, вот видно его путешествие. Видно, может где-то его здесь дом был. Святые апостоли Павли, моли Бога о нас грешных. Вот, скорее всего. А вот тут я, кстати, сюда в это место захожу, посмотрю, вот видите здесь, братья. Нашел я вот христианский крест. Даже какая-то выгравирована... Скорее всего, вот это вот и здесь место древнего храма. Какой-то маленькой базилики. Что-то написано из второго послания Коринфянам. Четвертый, семнадцатый стих. Сейчас я точно не скажу это, но придем домой, может там найдем. Второе послание Коринфянам. Четвертый, семнадцатый стих. Четвертая глава, семнадцатый стих. Вот такой маленький, маленькая базилика. Маленький храм. Вот, сейчас. Смотрите, вот. Я бы не сказал, чтобы он тут большой был. Даже, по-моему, меньше, чем наша Никольская церковь. В белой церкви. Вот она, наконец. А я раньше думал, по-моему, в той стороне, где-то мы видели название христианская базилика. Я думал, что там... Ну, возможно, там тоже был какой-то храм. Ну, вот здесь явно уже, так явно, что это место, где апостол Павел служил службой. Молился. Здесь были собрания первых христиан. И оно видно, что такое вот апсиды вот такие вот интересные. Видно, что похоже на то, что это был первый христианский храм. Все это было разрушено землетрясением. Карин, в принципе, тут часто в древности трусила. Вот. Но именно сильнейшее было, вот, надо будет посмотреть в интернете, в Википедии, в каком году здесь было сильнейшее это разрушение, которое вынудило людей переселиться ближе к побережью. Вот. Вот она. Святый апостол Павел. Моли Бога о нас грешных. Как будто по дому повыше, чтобы здесь было. надо себе какие-то хамелеоны заказать сильно яркое солнце в Греции как не приеду даже когда зимой приезжал в том году все равно было очень ярко вот здесь первая христианская базилика храм языческий был такой напоминает как вот на Акрополе чем-то вот это вот сооружение храма Афины я иду к тому месту где мы с замутанием были здесь по-моему это здесь было вот написано табличка если видите гениал из базилика невозможно это где-то было вот это вот наверное это не было христианского храма впоследствии это наверное так вот базилики это были судилища суды древнемуинские невозможно где-то было вот это вот ну потом посмотрите говорят базилик переделывали лунную охрану христианскую вот наверное вот и здесь и били апостола Иосон где-то так отбивали колонны интересные как а а археическую эпоху Карим уже занимал очень такое важное место между Спартом и Афином И всегда коринфы, когда возникала между Афинами и Спартой война, они всегда примыхали к спартанцам. Спартанцы это была сила, которую долгое время Афиньи не могли победить. Но потом же, благодаря своей хитрости, дали для других греческих полисов более выгодные торговые соглашения. Благодаря этому Афиньи смогли потом уже выиграть войну у Спарты. Последнюю между ними была, и они победили все-таки Спарту. После этого, после этой последней войны, это буквально перед Римским господством было. Перед Александром Македонским еще где-то это было даже. Не перед Римским, а перед Александром Македонским. Афиньи не смогли Спарту, так сказать, преодолеть и положить конец ихнему превосходству на всем, не только на Турапанасе, но и на всех Балканах. Афиньи не смогли спотографировать. Какое название интересное. Что он означает, не скажу Это баня The room at the restaurant Короче, я не могу говорить по-английски В английском написано, заходи по-русски Может быть это Представим Если бы в кистере был, то они бы написали в кистере Так, а тут что написано? Написано The Romaniki Agoras The Rostabema of the Roman Forum Возможно, здесь была какая-то площадь Форум Это что это? Собрание там философы разные Собирались Между собой все связались Я все хожу здесь, возле этого христианского храма Периферия Пелопенесиум В епихерии Сиако Программа Диотикис Элладас Мне ничего не понятно Элладас И программа Я снимаю эти древности Братья У кого будет возможность И желание, приезжайте сюда Если что Я знаю Мамка Я думаю, моя нет карт Нет карт вам А я пойду дальше Если будет что-то интересное Я еще сниму и покажу вам В принципе, здесь все станет то же самое Много руин Древности Здесь дорога шла Которая между Слепио На Афельсе Ну и сейчас еще Покажу вам Что нужно посмотреть Атики И она Главное Этот христианский храм Я его искал Сколько времени Здесь Наконец-то нашел Все разрушено Вот Эта дорога Намекла Переход Получается Получается Ишла Вот Оттуда 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 И Оттуда Вот Название Название Нигде Не видно Вот К сожалению Не знаю Ничего не написано Здесь Здесь На этом Яко горы первый восьмой стих вот какие священные слова написал апостол павел для коринских христиан показали всю суть сделание христианского то есть если мы все делаем все исполняем что ты не пророки и на воздухах молимся ты не имеем любви мы никто здесь есть еще один памятник и скорее всего это памятник наверное греческому восстанию а нет это скорее всего тут есть разные тут наверно может или могила я не знаю не скажу точно но вот написано 1912 и 13 год потом 1940 и 1941 год 1941 и 1944 год но видны пушки древние такие вот видно это вот те кто здесь сражались за грецию за свободу греции похоронены также освобождение греции началось именно отсюда с этих земель от турков первыми кто успели отпасть от турок это был как раз пелопонас также вот это здесь есть это где-то зона тоже 6 мильная зона какая-то там я не уже за нее точно не помню за это ксомилию это не так сели за который говорил с которым надо говорят путают что эти турки если когда двинутся опять на греции то не дадут до 6 миль и вот тоже есть свои когда 6 миль которые находятся здесь но поистись в это горец он тому человеку который ему говорил что турки дойдут аж до отсюда вода этих 6 миль который находится здесь на палопонасе но вы что это не те шесть миль а А это те шесть миль, которые находятся в Северной Греции, где сейчас проходит граница между Турцией и Грецией, за которой идет постоянно там у них война. К сожалению, не помню, в честь кого это храм. Тут нигде так и не указано, если не изменяет память, по-моему, святителя Николая. Так, тут также есть братья, если кто сюда приедет, тут есть рядом много таверн, где можно вкусно и хорошо покушать. Жареные кальмары, жареная картошка, пиво кто хочет. Здесь где-то, тут много-много, где хотите, там если найдете, можете перекусить. Так, я пойду сейчас туда, перекушу. Братья, вот кого я увидел, уже выезжая из Старого Каринфа. Пастухи женут стадо овец. Вот. Продолжение следует...